В Казахстане не получают алименты более 100 тысяч детей. В Уральске количество исполнительных производств по алиментам составляет 5000. Четверть из них не исполняется. Люди не хотят работать. Сотрудникам отдела по взысканию алиментам приходится применять меры воздействия. Алименщиков лишают права выезда за границу, привлекают к административной ответственности и аресту. В этом году за два месяца мы привлекли 39 должников к административной ответственности. Из них почти 90% ареста давали, потому что они нигде не работают. Смысл давать им штраф не имеется. Поэтому есть люди, которые платили штраф, но это те люди, которые скрывали свое место работы, не сообщали. Мы их тоже привлекаем к ответственности за несообщение места работы. По закону неработающий алименщик должен ежемесячно выплачивать около 25 тысяч тенге. Есть люди, которые не платят годами и даже десятилетиями. При создании семьи участвуют оба родителя. Поэтому государство, по моему мнению, должно помочь маме, а не остаться без помощи и помочь как-то взыскать эти алименты. Невыплата алиментов встречается сплошь и рядом. И вместо того, чтобы маме сидеть с ребенком, она тратит время на то, чтобы бегать по инстанциям, искать какие-то пути, какие-то выходы. Я считаю, что государство должно помогать мамам, может быть, представить какого-то человека или какую-то организацию отдельную сделать для того, чтобы помочь мамам в том, чтобы все-таки заставить папу платить алименты. Сейчас увеличилось количество алименщиков, которые привлекаются к ответственности. За 2014 год в суд номер 2 города Уральска поступило 953 заявления о вынесении судебных приказов о взыскании алиментов. Из них вынесено 798 приказов, взысканные алименты на содержание несовершеннолетних детей. В порядке искового производства поступило 173 исковых заявлений. Из них 105 дел рассмотрены с вынесением решения, 103 из них удовлетворены, 2 удовлетворения иск отказано. В департаменте юстиции и суде заявили, что подобная работа будет продолжена. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.